Я пошла до встречи на полуосьмого часах, в воскресенье, и дали работу, ой, мы собрались в церковь, с подружкой, не, она как раз возле дома находится, на улице сейчас прохладненько, сейчас поключаю и пойдем, чуть-чуть побудем там, и возможно я приду побежать. Пусть спать еще, еще поздно легла, еще вчера была тренировка, трешки переживаю, потому что у меня сто лет не было в церкви, как-то всегда игнорировала, я в походе, сегодня начали сходить. Платье, кстати, наверное, в первый раз в долгое время все на улице, так смотри, уже прохладненько иногда, наверное, будет с собой какую-то кофточку взять. Я собралась в платье, девочки, вы меня не видели в платье никогда, наверное, вот такая я в платье, непривычно, мне не нравится в платье. Хотя на улице прохладно, наверное, надо взять какую-то рубашку. Мой несменный компаньон в этих делах. Я так переживаю, как будто перед первым свиданием. Я реально прям еще до войны, еще, еще очень давно, но может лет пять точно не была в церкви. Я не разберусь. Какие отчетки надо наносить, наверное, желательно. А как раз допринимаю, пожалуйста, как это. Слышим двое. На голову накидываешь, а хвостик назад. А вот косыночки мне идут. Даже с тобой похож цвет. А вот так вот? Наверное, длинный хвостик, что-то коротенький. Потому что волосы видно, ничего страшного. Главное, что голова прикрыта. Звухом, как бы то ни звучало. Ну все, девочки, мальчики. Мы уже побыли в церкви. Не постояли, мы полную службу, потому что моей девчонке стало немножко плохо. Она тяжело переносит закрытое помещение. Я купила себе свечечку домой приду, свечу эти все уголки у себя. В принципе, если захочется там помолиться, можно зажать свечечку и это сделать. Я тут понимаю, что для этого особенно. Я не первый раз в церкви, но я туда ходила за определенной целью. У меня вообще психологический блок на слезы. Я не могу поплакать. Но когда я пришла в церковь, с меня прям градом полилось. Я даже сейчас не могу. Немножко меня на эмоции пробивает. Я еле сдерживала, чтобы просто не сдать, не рыдать. Там было достаточно много людей. И мне еще захотелось с дружью в какую-то церковь съездить. Ну уже не сегодня, это понятно. Немножко постояли, сделали пожертвования. Поставили свечечку за здравие. И решили немножко попить кофе, сейчас пообщаться. Не буду вдаваться в подробности, но мне понравилось. То, чего я так долго хотела. Так что начинаем наш день с приятных эмоций. И заканчиваем отпуск на хорошую ночь. Иду домой. Правда, не знаю, чем дома буду заниматься. Как-то сегодня день вообще не планировала особо. Возможно, конечно, лягу поспать еще. Но это не точно. Иду вся такая в платье. Чувствую себя странно. Не привыкла ходить в платье просто. Не нравится мне. Вот. Надо будет решить, что делать сейчас. Пришли из церкви и я лягу спать, потому что не распала. У меня сына сейчас вообще не хватает. А сейчас собиралась, мы с ребятами едем. В соседнее село кладички и сосиски. Будет такой отдых на природе. Я решила согласиться. В этом году еще ни разу ничего такого не жарили. Я не мимо. Потом вечером планирую выйти опять с подружкой прогуляться. Единственное, что еще не делала предыдущий вложек. Не смонтировала. Не страшно. Будет значит, что вложек в один день. Понимаю. Вы не всегда расстроите, главное, чтобы они были. Что хочу сказать? Отпуск прошел незаметно, быстро. И не скажу, что я хочу на работу. Но все-таки, когда у тебя есть четкий план действий. Типа проснулся, сходил на работу. Обед. Домой. Там, в садчике. Еще куда. Мне это нравится небольшое. Поскольку в этом есть запланированное хоть что-то. А так я тренируюсь просто как дерьмовые поломки. В основном. И вот это желание спать днем. Пока не в основной высший уровень ферритина, железо. У меня, конечно, очень подкашивает. Я сейчас пью железо. Восстанавливаюсь. И он вообще мешает. Поскольку ничего не хочется. Версунная, я лявая. Вот. Включусь немножко. Покажу, где мы будем. Сильно не буду. Много снимать, потому что будут люди там другие. Будешь что-то интересное, я включусь. Ну что, мы едем. Все в пути. Мы уже почти на месте. Ветер, конечно, очень сильный. Но зато спина хотя бы не такая мокрая. Я уже отвыкла ездить на велосипеде. Я думала, я весь отпуск буду кататься. Где там? Обожаю этот маршрут. Он такой средний жесткостилет. И дорога хорошая. Мы обратно потерялись. Стоим с девчонкой. Вызваниваем остальную команду. Потому что тут такая местность лесистая. А нас никто не подождал. Я руку перемотала. Конечно, тяжеловато. С такими микротравмами кататься. Ну, прикольно. Я уже пришла домой. Еще ходила гулять после поездки. У нас уже без 20.11. Сейчас перекушу. Буду ложиться спать. Завтра у меня последний день отпуска. Спасибо, что вы были со мной. Сейчас надо смонтировать предыдущий лужик. Запустить вам. И этот тоже надо сделать. Пишите комментарии. Буду ждать вас.